Очистные сооружения Ульяновской области становятся современнее. На Левобережных уже есть ультрафиолетовая станция обеззараживания. На этом модернизация не заканчивается. В том же комплексе строятся станции биологической очистки. Как утверждают местные специалисты, дорогих новшеств, например, бактериофагов на этой станции не будет. «Здесь у нас всё классика. Единственное, что эта классика, она с зонами нитрификации, и для того, чтобы её реализовать грамотно, с лучшими показателями, у нас увеличивается объём и аэротенков, и у нас добавляются, будут выстроены новые объёмы вторичных отстойников». Объём сточных вод, проходящих через сооружение, останется тот же. Это 100 тысяч кубометров в сутки. Но на выходе из фильтров вода будет чище, чем раньше. Также в ближайшее время будет усовершенствована воздуходувная станция. И улучшение качества очистки и экономии электроэнергии инженеры обещают. Далее специалисты очистных планируют обустроить станцию механической очистки. «Первая задача – это, знаете, программа «Есть оздоровление Волги», чтобы у нас стоечные воды уходили в Волгу более чистыми и более правильными по своим параметрам. Вторая программа, которая для меня, как руководителя, тоже одна из самых главных, важных – это энергоэффективность. Почему? Потому что у нас основные затраты на предприятие Ульянского водоканала – это электроэнергия». Эти масштабные работы не провести за несколько дней. Все будет строиться поэтапно. «Проект рассчитан на три года, и за это время мы рассчитываем снизить объем загрязняющих веществ, которые попадают в реку Волга, в три раза». Напомним, модернизация очистных сооружений входит в основные направления нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Оздоровление Волги». Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.